Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет мега-суперское настроение! Ох, наконец-то я проснулся! Какое доброе солнечное утро! Так, сколько там время? Ох! Целых 30 минут до завтрака! Это отлично! Я могу помогать людям! А потом пойду позавтракаю. Всё равно мой папа ещё спит в это время. Самое время помочь людям. Но для начала нужно подумать, как открыть дверь. Ведь она очень скрипучая. И мой папа может проснуться и оставить меня дома. Ведь он против того, чтобы я занимался помощью людям. Он не хочет, чтобы я был супергероем. А мне очень нравится! Для начала нужно найти мой супергеройский плащ и надеть его, ведь я настоящий супергерой. Вот мой плащ. Отлично. Так, а вот эта дверь. Она очень скрипучая. Если я её буду открывать, возможно, папа проснётся. Слышь, Андрюх, у тебя есть идея, как открыть дверь так, чтобы она не заскрипела? Димон, надо открывать дверь очень-очень медленно, чтобы она не скрипнула даже, не пискнула. Да? И тогда батя не проснётся, и тогда мы сможем помочь людям, ведь мы с тобой супергерои. Ну я супергерой, а ты друг супергероя. Точно, точно. Я друг супергероя. Ладно, ну давай попробуем, Андрюх. Сейчас, немножечко её, да, приоткроем? Ну приоткрою, приоткрою. О, я думаю, хватит, да? Пойдём. Что ты? Да ё-моё, надо было полностью открыть. Батя, кажется, услышал. Вот он, смотри, Андрюх, проснулся. Да реально, Димон, надо было полностью дверь открывать. Окей, окей, пап, прости, я... я просто хотел подышать свежим воздухом. Молчит. Пап, может быть, ты что-нибудь скажешь? А я знаю, что скажу, сынок. Чем больше сила, тем больше ответственность. Мне не нравятся твои супергеройские замашки. Ты открыл дверь, разбудил меня. Ты что, не мог сделать это как-нибудь потише? В общем, оставайся дома. И сейчас пойдёшь завтракать, а потом поедешь в школу. Всё понятно. Блин-блинский, Андрюха. Не помочь нам людям. Блин, запалили. Батя нас спалил. А, ё-моё. Вот такая концовка. Ну что ж, ребята, всем здорова. С вами по-прежнему Оверфоуни. И добро пожаловать в эгарную веселую игрушку под названием Роблокс. Всех приветствую, дамы и господа. Итак, друзья, сегодня я супергерой. И хочу помогать людям. Но мой папа против. Как вы видели, он не выпускает нас из дома. Он хочет, чтобы мы позавтракали и поехали в школу. А я хочу в свободное время помогать людям. Ведь я настоящий супергерой. Сегодня мы посмотрим на различные концовки. И поможем людям с их проблемами. А вы ставьте лайки, если не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нам с андроидом будет безумно приятно. Ну что, Андрюх, нужно как-то открыть дверь так, чтобы батя не услышал. Ну, я говорю, открывай очень медленно. Тут тебе ничего не поможет. Ничего тут не найдешь. Он не спит. Лучше закрыть дверь. Смотрите, друзья, батя там не спит уже. Он слушает. Как бы кто-то дверь не открыл входную. Может, попробуем как-то, да, Андрюх, открыть ее? Ну, у тебя неплохо получалось. Только нужно сделать до конца. Так, ладно, друзья, давайте до конца, чтобы батя не услышал. Уже, уже неплохо. И не наругал нас. Е-е-е, вот это хорошее утро. Все, я проснулся и готов помогать людям, используя свои суперсилы. Смотрите, какие у нас есть. Какие у нас есть суперсилы? У нас есть лазерные глаза. Мы можем летать. Андрюха! Вау, реально как супергерой. Ребята, я настоящий супергерой. У нас есть еще X-Ray. Мы можем смотреть через стены. Точно. И у нас есть невидимость. Офигеть. Офигеть, у тебя плащ невидимый делает тебя. Жесть. Вот это да. Ну что, ребят, у нас есть полчасика до завтрака. И в это время мы должны помочь нашим соседям с их проблемами. Ну и так, Андрюх, с кого начнем? Может, с девчонки? Да вот, давай, девочки, по-моему, интересно, что у нее произошло. О, овершоу. Я очень рада тебя видеть. Доброе утро, соседка. Слушай, а ты можешь помочь мне с моим котом? А вон это, куда-то пропал, там залез. Вон, я не могу его найти. Он на дереве. Можешь его достать как-нибудь? Спустить с небес на землю? Конечно, помогу. Стойте здесь. Ну что, Андрюх, надо кота достать, используя полет. Так, слайд. А он где-то на елке, на дереве где-то. Так, друзья, надо помочь кошаку. А вон он этот кошак. Я нашел его. Ну, как его зовут? Маффин, что ли? Маффин? Мак Маффин? Маффин, реально. А если мы его вот так глазами, блин? Да не попадешь в него. А не попало. Ну, ему все равно, друзья. Ладно, ну что, спускаем его. У-ху! Соседка, вот ваш Маффин. О май гад! Овершоу, ты мой герой! Ты мой спаситель! Овершоу, я очень рада, что мой кот в безопасности. Да, не беспокойтесь, это я. Овершоу, супергерой! Спасибо, гудбай. Вот это да, Андрюха, отлично начало утра. Мы уже помогли одной соседке. Давай поможем соседу вот этому. Что он потерял? Можно помочь. Привет, Овершоу. Я тут потерял свои вещи, потерял ключи. Ну, я попробовал вам помочь. Я, правда, ничего не видел. Что вы вообще потеряли? Ну, много чего потерял, много вещей. Помоги найти их. Они разбросаны здесь где-то в округе. Надеюсь, ты поможешь мне их собрать. Да, конечно, без проблем. Помогу! Ну что, Андрюх, давай использовать, наверное, X-Ray. О, я вижу вещи. О, вот он, походу, и вещи под это подсвечивает. Найди четыре пропавших вещи. Тут лопату он потерял. Там у нас что он потерял? Вот здесь. Да что там за деревом? А тут даже ничего не... А, это что-то... А, это ключи! Это ключи. Ключи мы нашли. На траве, походу. О, что-то еще, друзья, смотрите. На крыше. А как он на крыше потерял? Что он тут делал? А? Без понятия. Кошелек. Кошелек потерял. Там есть деньги? Там сотка баксов, Андрюха. Сотка баксов, это мы забираем. Так, где-то еще, по-моему, вот с той стороны, да? На школьные обеды. Ну да, да. Так, полетели. Ребят, свободное время, пока батя не видит. Мы тут телефон нашли, кажется. Так-так, забираем. Давай вот с тобой заберем. О, с кайфом! Ну что, возвращаем соседы, ребят. Мы же супергерои. Так-так, относим. О, ты нашел их! Да! Молодец! А как ты понял, чтобы кошелек был на крыше? А, ну, я нашел его на крыше, да, с помощью своего X-ray. О, я и забыл, что я его там оставил. Ну что ж, спасибо, Овершоу. Пожалуйста, хорошего вам дня. Ну что, Андрюх, пойдем еще кому-нибудь поможем. Да, вот там стоит у фурбанчика типок. О! У мужика машина заледенела. Овершоу! Мне нужна твоя помощь! Доброе утро. Что у вас случилось с вашей машиной? Она замерзла, я не знаю. Это какие-то странные вещи. Я проснулся, вышел на улицу, а она замерзла. Ее нужно как-то растопить. Ну и все, бам, она вся во льду. О, да, выглядит реально ужасно. Я вот пытался 15 минут ее отогреть, но ничего не получается. У меня работа через 15 минут. Я опаздываю. Помоги! Да ладно, ладно, сейчас помогу. Что, Андрюх, поможем лазером растопить? Ну, скорее всего, лазером надо растопить, Димон. О! Что-то не работает, Андрюха. Ну так давай лучше по льду стреляем. Так, стреляй, ребят, лазером. А она вот растапливается. О, да, реально тает. Очень медленно растапливается. Ребята, у нашего соседа трагедия. Ему кто-то заморозил машину, наверное, антисупергерой. Слушай, у меня недавно была такая же история, только там не антисупергерой машину заморозил, а на улице холодно было. Погода была. Очень сильно. Ну а здесь вроде тепло, друзья. Тут ему заморозил. Ну ладно, мы поможем нашему соседу. Смотрите, совсем немножко осталось. Ты не попадаешь, походу. Ну вот, попадаю. Теперь вот так. Капец, что он так еле растапливается? Еле-еле, друзья, душа в теле. Ну надо, надо до конца растопить. Нормально она растапливается. Мы поможем нашему соседу. Все у него будет хорошо. Капец, давай, Димон, смотри, смотри еще. Топим, топим, топим лед, ребята. Топим, топим. Нормально, нормуль, нормуль, нормуль. Пошел прогресс. Пошел прогресс, ребята. Да все, он может ехать, я думаю. Ну тронуться может уже, да. Ну колеса. О! О, шикарно. Ты это сделал. Ты это сделал. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Теперь я могу ехать на работу. А я так не хотел. Да, без проблем, сэр. Может быть, в следующее время, в следующий раз поставите машину в гараж? Да, я сделаю это, спасибо. Все, нормально, друзья. Отличные детства, ты прогораждешь. Так, остался последний сосед, которому нужна помощь. И он у нас находится... А где он? А где он находится? Нам нужно найти последнего соседа. Вот это может последний сосед? У прилавков, что ли? Нет, это у нас кто-то донат хочет. У нас нет донатов. Нет, нет, донатов у нас не будет. Значит, где-то в квартире спрятался. Кто-то кому нужна помощь. Здесь может кому-то помощь нужна. Вам помощь не нужна? Нет, тут не нужна. Может, там кому-то нужна? Какие-то бибые и бобыстые. Ага, может, тут? О! Опа! Привет, овершоу! Сегодня мой день рождения уже. О, да, поздравляю, чувак. Очень круто, Снюха. Реально, с днём рождения, да. Спасибо, чувак. Слушай, спасибо, что отчёт пришёл ко мне. Да. Ну, это, я просто пришёл, я не знаю. Ну, ладно, это, слушай. Ну, пока. Да, подожди, я пока днюшёл. Можешь помочь мне? Ну, да. Что нужно сделать? Ну, помоги мне. На идее, что нужно сделать? Find a way to make it up in. Надо ему подняться куда-то, что-то. Короче, ему нужно помочь, друзья. У него днюха. Я так и не понял его просьбу. Но у нас, как минимум, есть инвизибл, Андрюх. Наверное, нужно использовать инвизибли. Так. А что ты хочешь сделать за этим инвизибли? Не знаю, может, ты какая-то... Не знаю, что надо сделать. Какую-то пакость сделать? Какая-то пакость. О, а кто это у нас тут в комнату зашёл? Может, это наш станишка? Надо проверить. Я не знаю, ничего не слышал. Странная фигура. Да. О, это мы стоим. А, мы подслушиваем, Андрюха. Понял? Точно, точно. Подарок, наверное, на днюху. Подарок подслушиваем. Да, нужно подарить. Через пять дней у него днюха будет. Может, подарим его книжку? Может, он будет доволен? Не очень. Ну, думаю, да. Ну, я подумаю об этом. Отличная идея. Тогда купим книжку. Короче, друзья. Я думаю, мне понравилось. У чувака днюха через пять дней. Мы пришли и подслушали у родителей, что они хотят подарить ему. Мы расскажем ему о том, какой сюрприз его ждёт. Ну, в общем, чувак, это... Они тебе, это, подарят книжку на день рождения. Серьёзно? И всё? Да, только это секрет. Блин, я не хотел. Ну, ё-моё. Ладно, браток, будешь читать книжку. Так что... Будешь умным, капец. Будешь умным. А я пошёл. Блин, это не то, что я хотел. Но спасибо большое. Давай без проблем, пока. Окей, бай-бай. Давай, читай книги и будь умным. Друзья, мы помогли ему узнать, что ему подарят на днюху. Ему подарят книжку, а он хотел айфон новый. Ну что, друзья. Друзья, мы помогли всем соседям. И теперь время идти завтракать. Всё. Ого. И что ты делаешь на улице, а, сынуля? Папа, я это, это, ну просто вышел подышать свежим воздухом. Я уже возвращаюсь обратно. Поувереннее давай. Что, что? Подышать свежим воздухом? Да, подышать свежим воздухом. Ты думаешь, я поверю в это? Ну, пап, а что я ещё могу здесь делать? Ты надоел использовать свою суперсилу. Хватит шутить надо мной. Папа, ну я правда говорю, что я хотел подышать воздухом свежим. Я знаю, что ты, используя суперсилу, помогаешь всем. Так что давай заканчивай с этим. Папа, ну подожди. Короче, улети в космос, чтобы остановить своего отца. У нас что, батя с у... Что, Андрюха, случилось, а? С ума сошёл. Батя с ума сошёл. Ребята, мы полетели за батей. Он решил забрать твои силы, походу. Да. Папа, не делай этого. А он реально хотел забрать наши силы, да, чтобы мы слушались. Наверное. Пожалуйста, не забирай меня с этой планеты, с этой жизни. Я буду слушаться тебя. Пожалуйста, я обещаю тебе. Ты говоришь точно так же, как твоя мама. Все люди одинаковые, они не должны ничего знать. Твои суперсилы не должны повлиять никак на вселенную. Пожалуйста, папа, не надо. Я даю тебе выбор. Либо ты идёшь за мной, либо умираешь. Что? Андрюха, что нам делать? Оказывается, батя, друзья, тоже супергерой. И он сошёл с ума. Блин, ну не надо, я не хочу выбирать так. Я не хочу, папа. Мне не нравится ничего. Выбор за тобой. Действуй. Так, так. Победи отца с помощью HitVision. Давай! У тебя не получится. Нет, получится! Не получится! Вот они, отец против сына. Получится! На! Давай, Димон, спаси мир! Я батю убил. Батя, злодей, походу, оказался. Конец, Андрюха! Земля была уничтожена, но отец был уничтожен тоже. Прекрасно. Короче, друзья, мы убили отца и уничтожили землю. Вот так. Батя был против нас. Так, ладно, друзья, у нас вот есть какая-то ещё одна концовка. Unlock William Ending. Чё, нам просто лечь? Ты хочешь лечь на кровать? Эээ, да, но это не будет так просто. Ты должен сыграть со мной в одну игру. Я не дам тебе позволить просто так лечь на эту кровать. Знаешь, как это концовка называется? Давайте, друзья, поддержим. Ладно, смотрите, мы не идём помогать людям, а наоборот будем спать. И мы становимся не супергероями, а суперзлодеями. Да, становимся на сторону Бати. Ха-ха, ты думал, так будет просто? Давай-ка попробуй ещё раз. Это очень тяжёлая концовка. Эээ, подожди теперь 20 секунд. Серьёзно, Андрюха? Не всё так просто? Это троллинг какой-то или чё, я не понимаю? Автор ржёт, друзья, автор реально троллинг. Ха-ха. Троллит нас. Ну ладно, хорошо, давайте подождём, друзья. Ради концовки, почему бы и не подождать? Ну давай, подождём. Итак, 20 секунд. Надеюсь, Андрюха, это последнее, что надо сделать. Я не думаю, что нас будут так много мучить. Ну да. Ты что, глупый? Это реально весело с тобой играть. Ооо, это не просто так. Подожди 100 секунд. Оу, щит! Это больше минуты. Ладно, смотри, Андрюха. Сейчас я применю суперсилы. Раз, два, три. И оба-на! Ооо, и всё время перемоталось вперёд, и мы почти додержали, друзья. Эффективация, Бедимон, ты жёсткий. Вау, ты реально столько ждал? Ну, я же сказал тебе, что это будет нереально сложная концовка. Так что ты уверен, что всё-таки хочешь получить её? Иди на улицу и крикни, Виллиан Арк! Вернись, когда покричишь. Я обещаю, что сделаю тебе концовку. Ооо, щит, Андрюха! А чё мы так медленно ходим? Не знаю. Ну, это сказать, что сложная концовка вроде как. Ладно, друзья, реально очень сложно. Нам, короче, нужно выйти на улицу и прокричать чё-то, да? Ну, да, только выйти на улицу не так уж и просто. Оу, еээ, идём, ребята, в слоу-мо, крутяк! Вот она, другая концовка супергеройская будет. Но сейчас посмотрим. Пойдём, Андрюха. Ну, давай, давай, ты справишься. Я надеюсь, дверь сейчас будет так же открываться, а не две тысячи секунд. Две тысячи лет. Так, поехали. Давай только осторожно открывай. А, ну нормуль, открывается нормально. Ждём до конца, чтобы батя не услышал, потому что дверь, друзья, скрипит. Нужно аккуратно. Так, я вышел. Всё нормально. И теперь я должен, Андрюха, что-то прокричать. А как это сделать? А вот это я не знаю, друзья! Надо что-то было крикнуть. Ну, что-то, короче. Ой, я не хочу помогать. Походу не получится. Я не хочу... А как надо было кричать? Нас обманули, Димон. Может, Андрюха, в чате надо написать? Ну, давай. Сейчас попробуем, друзья, вдруг получится. Виллианарк! И чё? Получилось? Ну, может, мы крикнули, надо вернуться. Ээээ, не сработало. Может, из-за того, что мы взяли квест? Наверное. Так, друзья, пробуем ещё разочек. Давай, Андрюх, попробуем покричать на улице сразу. Написать в чате Виллианарк. Давай. Может, получится? Давай. Так, ребят, будем надеяться. Открываем дверь. И вот сразу сейчас, Андрюха, пишем. Виллианарк. Всё, Андрюх, написал, сделал. Чё нам теперь? Я не знаю. Ё-моё. Всё, не сработало, шоль? Ещё раз, Андрюха. Давай, ещё раз. Ну, я всё сделал. О! Ты сделал! Держи пять секунд. Андрюха, мы это сделали! Да ну, сработало, что ли? Держим! Пошло, друзья! Мы сделали это! Задейская концовка? Да! Мы это сделали! Так, ну а теперь... Очень хороший день сегодня. Нужно вернуться в кроватку. А завтра... Я помогу завтра утром. Всё, я спать. Короче, друзья, вместо того, чтобы помогать людям, мы легли спать. Мы не будем помогать, завтра поможем. Да. Итак, Вильям Эндинг. Ты всё проспал, весь завтрак, никому не помог, и всё закончилось. Шикарная концовка. Ну что, друзья, попробуем пройти на хорошую концовку. Мы тогда сделали все задания, когда вышли на улицу, и батя нас увидел, потому что дверь, наверное, была открыта. Смотри, мы закрыли дверь, Андрюха. Ну да. И теперь сделаем все задания. Батя нас не увидит. Мы вернёмся домой, возможно, будет хорошая концовка. Мы позавтракаем. Ну давайте проверим это. Сейчас надо выполнить все задания. Драки с батей не будет. Да, и драки с батей не будет. Так что, Андрюха, выполняем. Ну вот, друзья, смотрите. Мы сделали все задания, и нас отправляют вернуться домой, позавтракать. Реально другая концовка, Андрюха, будет. Сейчас узнаем. Только открывай дверь так же спокойно. Да, возвращаемся спокойно. Батя не узнает, друзья. Батя даже не догадывается, что мы выходили. Видите, мы аккуратно дверь открыли, и всё. Сынуля, я сделал тебе скрэмбл. Садись за стол. Спасибо, папа. Очень вкусно. Начало утра. Да, что-нибудь ещё? О, нет. Я даже не выходил на улицу. Всё нормально. Он даже не узнал, Андрюха. Он сделал нам яйца. Это очень круто. Ну что, после того, как поешь... И можешь посмотреть и поиграть в игры. О, звучит какой крутой план, папа. Йей, хорошая концовка. Хорошая концовка, ура, ура. Вы позавтракали и спасли папу и мир от уничтожения. Супер, ура. Ну что ж, друзья, вот такой ролик у нас получился. Мы с Андроидом надеемся, что вам всё понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положение комментариев. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи тебе лететь успехов. И пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья.